Если вас грабят, отдавайте все, что у вас есть. Сегодня мы вместе с вами прогуляемся по Рио-де-Жанейро с местным жителем, который переехал из России в Бразилию 8 лет назад. Поднимемся на одну из самых красивых смотровых площадок, а также увидим маленьких обезьянок в лесах Рио. Погнали! Посмотрите на крыши домов в Капа-Кабане. Почти нигде крыши не обустроены под какие-то веранды, сады, бассейны. Вон там есть один, в другой стороне тоже есть один, вон второй. В общем, мало. В основном это просто какие-то технические пространства с антеннами, проводами. А сейчас мы находимся на крыше нашего отеля, где потрясающий бассейн. Сзади вот фавелы. Вот тут вот фавелы, прям так близко. Новый день, старые бомжи. Видите людей, конечно, вообще лица. Собак, смотрите. Сколько народу сегодня на Капа-Кабане. Очень жаркая погода. И такой красивый пляж. Сегодняшнее утро мы приходили на пляж Капа-Кабана без вещей, без телефонов, даже без кроссовок. Потому что даже кроссовки здесь могут спокойно уйти. Вот ты поставил кроссовки рядом, все, они ушли. После вчерашнего опыта мы лечили максимально, максимально обезопасить себя и приходили сюда без всего. Классное времяпрепровождение, конечно, на Капа-Кабане, но нельзя расслабляться вообще ни на минуту. Теперь мы едем в город. Там у нас сегодня встретишься интересным человеком. Мы подъехали к парку Лаги, Лаже, по-разному его называют на русском языке. Вот та вот усадьба такая 19 века. Раньше было частное владение, вот, а сейчас это парк публичный. Какие интересные деревья здесь, смотрите, стволы. Гладкие-гладкие и огромные, такие широкие и высокие у этих пальм, смотрите. Какое интересное вообще строение ствола у пальмы. Здесь можно найти обезьянок и грунки. Есть такая порода семейства приматов. Вот мы, в принципе, пришли, конечно же, хочется их увидеть, не знаю, получится ли. Вот этот особняк раньше был частным владением, построен в 19 веке, в 20-м году, как я понял, перестроен был. И в 60-м году, в 1960-м, стал это общественным пространством, музеем. И, собственно, здесь сделали кафе для туристов. Пускай в садок, и если ты говоришь, что ты в ресторан, просто так зайти нельзя. Посмотреть, сфоткаться или снять что-то. Пришлось взять кофе, да, чтобы посидеть в этом ресторане. Но это того не стоит вообще. Можно было, мне кажется, просто зайти наверх и там пройтись, не покупая ничего. А нас как-то, не скажешь, что развели, но мы не разобрали ситуацию. И, похоже, вместо того, чтобы подняться наверх, мы зашли как бы в ресторан. Вот. И заказали кофе. Ну ладно, все, 12 реалов, это 170 рублей за кофе. Ну, за такое место платим деньги. Так-так-так-так-так, мы, по-моему, нашли обезьянку. Вот он, вот он, смотрите. Он видит меня, я вижу его. Вот он. Какой крутой. Так хорошо его видно. Игрунки. Смотрите, сзади меня маленькая обезьянка. Живет здесь. В лесах Рио-де-Жанейро. На палец, мой, сидит. Что он делает? Ай, красавчик, а. Здесь прям настоящее развлечение для туристов смотреть на обезьянок. Вообще, каждая обезьянка, здесь много, в лесу, собирает вообще около себя толпу и как представление какое-то. Вообще кайф, что есть обезьяны, живут свободно вот в этих джунглях в Рио. Супер. Использую Виталика как могу. Он парень хозяйственный, поэтому попросил его застирать футболку застирать. Да, застирать футболку мне, я пролил кофе на нее. Сели в такси и теперь мы едем поесть и показать вам пиццерию. Пиццерию, где ты платишь определенную сумму. Кажется, в четверг это 30 реалов. И ешь сколько хочешь. И пиццы, и там еще шведский стол. Там рыба, макароны, рис, в общем, много еды. Вот. И это стоит всего 30 реалов. Вот это очень классное место. Мы там уже одеваться попробовали. Мы очень долго разбирались, как там вообще что функционирует. Но теперь со знанием дела. Сейчас поедем и покажем вам, как работает такая пиццерия по такому вот принципу почти all inclusive. Называется пиццерия Parma. Их несколько точек, по-моему, всего три. Вот одна на станции Уругуаяна, называется станция. Метро прямо недалеко. Еще можно добавить за 13 реалов напиток тоже неограниченное количество с человека. Ну, мы берем один стакан, там дают стакан, и наливаем, пьем вдвоем. У нас так первый раз про канала. Посмотрим, получится ли второй раз. Смотрите, какой крутой рынок. Сейчас двигаем дальше. Здесь есть все вообще на этом рынке. Посмотрите, какой крутой продавец. О, какой стиль. Смотри, какой крутой чувак. Вот это стилек. Вот это та самая пиццерия. Парма называется. Пойдем уточним цену. Товарищ, просим, вот ценник. Сегодня, по-моему, вот этот ценник. Вот такой сегодня выбор пиццерии. Это вот вся эта еда входит в стоимость фиксированную. Пицца, офигенная и сладкая. Сытная. Ну, в Рио, наверное, самое топовое место, где можно за 30 реалов сегодня, а в другие дни 25 наездцев до отвала. Нет, нет, нет. Спасибо, сэр. Все, мы объялись плавом, уже невыносимые. Они все несут и несут. Это просто очень... Двигаемся по центру Рио. Идем на встречу с Александром. Сейчас покажем, расскажем, кто это такой, что он здесь делает в Рио. Идем встречаются вот такие вот красивые соборы. Смотрите, какие волосы человека. Непонятно, это пацан, да, пацан? Посмотрите, вся улица такая пешеходная получается, да? Вся в рынке. Очень напоминает Александрию. Мне показался центр, наверное, самым интересным районом, потому что здесь чего только не происходит вокруг, каких только людей здесь нельзя встретить. Да, здесь много бездомных, бомжей, каких-то непонятных личностей сомнительных. Но и много всего другого интересного. Везде, где есть рынок, везде есть жизнь, везде есть какая-то активность города. Поэтому этот район мне очень понравился. И, может быть, еще и сюда вернемся попозже. Но, в общем, все говорят не идти в центр, а я считаю, что центр это очень интересно. Смотрите, какой интересный рынок. Прямо на полу. В Рио. В центре города Рио. Люди здесь продаются что угодно, шмотки. Ну, все только нету. Смотрите, всякие шмотки с различными принтами. Вот что-то происходит. Он живой, посмотрите. Да, он отходит. Надо сказать, что с ним все в порядке. Расскажи, как ты вообще сюда попал, когда ты сюда приехал? И чем ты здесь сейчас занимаешься? Всем привет зрителям. Приехал я сюда в 2013 году. И здесь я работаю. Работаю в одной российской компании, которая решила открыть бизнес в Бразилии в далеком 2013 году. Российская, да, компания? Это интернет-компания, рекламная сеть, баннерная сеть. Не знаю, кто ее работает, тот поймет. Кто не работает, не поймет. Даже в трудовой книжке написано «Публиситарио», что значит «рекламщик». И я думаю, что это затянется год, два, как воспринимал больше как приключение. Но затянул, и вот я уже 8 лет здесь. Да, я думаю, что я здесь задержусь. Еще. А ты как? У тебя вид на жительство или что тебе позволяет здесь жить? По документам я очень долго оформлял одну рабочую визу, потом другую рабочую визу, потом третью. Потому что в момент второй рабочей визы поменялось законодательство. Мои лично сроки обнулились. Постоянная карточка и на гражданство смогу подавать. А карточка это, типа ID получается, да? Ну да. То есть у меня много названий. СРНЭМИ, РНЭМИ, РНЕ. А в целом вообще для получения гражданства есть какие-то требования? Там может сколько-то прожить надо, знать язык. Если кому не интересно, самый простой способ, это, конечно же, свадьба. То есть муж или жена гражданин Бразилии сразу могут получать вид на жительство и уже через год могут подавать на гражданство. Мы уже куча людей, которые с тех пор приехали, получили, родили детей и так далее. Да, Саша. А это та самая знаменитая кафетериня Коломбо, которая, в принципе, напоминает Елисеевский. Архитектура поражает. Да, похоже. Кофе, сладости, да? Да, но есть пить я здесь не рекомендую. Почему? Все не очень такое вкусное. Единственное получше. Ну, посмотреть на то, чтобы внутри спорта. Смотрите, какие потолки красивые. Ну, реально, Елисеевский или как в Питере там. Расскажи вот по поводу работы здесь вообще. Какой заработок? Какая здесь, например, средняя зарплата? Как здесь живут люди в Риве? Люди живут не очень. Люди живут не очень, и средняя зарплата, я думаю, невысокая. Выше, чем в России, если вот сравнивать? Думаю, что между двух и четырех тысячи реалов. Мне вот сложно говорить, потому что я понял с иммиграцией, что мы живем в наших воздушных шарах. И наше общение вообще не представляется обо всю Россию. То есть я учился в университете, потом и работал. То есть все мое общение – это профессионалы, рекламные сферы и люди с высшим образованием. Соответственно, я думал, что все хорошо получают. Но я попал в Бразилию, я попал в разные социальные слои. И мне кажется, что здесь очень много бедных. Но вполне возможно, если бы я в России общался со всеми, всеми, всеми. То есть от круга общения зависит, да? Мне тоже там казалось, да. Поэтому сравнить тяжело. Мне кажется, что меньше, но возможно, это связано с тем, что я поменял круг общения. У Гриу, какой процент среднего класса? То есть какой процент бедных, как бы его? Больше бедных все-таки здесь? Ну, примерно, как бы здесь. Здесь очень небольшой процент, то, что считается средним классом. Те люди, которые получают от 5000 риалов и выше, от 10000 риалов вообще 2%. Это считается классом А, он из класса А, Б, С, Д. И тот, который класс Б, он получает, по-моему, от 4,5 до 10000 риалов. То есть, в принципе… Это ухватает, да? В таких рублях это от 50 до 100 тысяч. Это уже, как бы, короче, средний класс. Но большинство людей абсолютно, это классы Ц, Д и Е. Это от нуля и до 3000 риалов. То есть большинство все-таки людей бедных? Да, большинство. И, как я понимаю, большая пропасть, да, между бедными и богатыми? Огромная, огромная пропасть. Более существенная, чем в России. То есть, библиотека, кафе в центре Рио. Интересное место, огромная картина. Он сказал, что у него были какие-то знакомые, и то, что он где-то там был военным, какой-то русской практически части. Потом нашел книжку слова русского языка. Я говорю, ну что, ты выучил на основе этой книжки русской? Он говорит, к сожалению, успел. Я сказал, ну тогда в следующий раз. Какая интересная история. И вот он тогда в поле существа. А скажи, пожалуйста, а как с жилищным вопросом обстоят дела? Ты снимаешь квартиру, у тебя своя квартира? Я снимаю квартиру. Так. Как обстоят дела в целом? Да, но в цены, цены, цены. С родителями, с семьями до последнего момента. Потому что это дорого. В последний момент это что такое? Ну это уже свадьба, и когда уже рождается ребенок, тогда встает вопрос, что, наверное, пора будет. А здесь не принято, типа, что там, под 18 лет, и все, типа, живи сам как-то, нет? Здесь так не принято. Здесь семьи, да? Здесь, да, поддерживают контакт с семьей. И функции, вот то, что в России дружба, на самом деле выполняет семья. То есть вы должны поддерживать своих родственников. Если у вас есть брат, который спился наркоман, вы все равно будете ему давать деньги, помогать. Потому что, потому что это семья. Приехал знакомый и знакомый. Я вожу его парю, пошли в лапу, волновался за него на каждом углу, говорил мне доставай телефон здесь, не сиди на крайнем столике у кафешки. Давай будем стоять у ара-клапы рядом с полицией. В общем, все получилось так, как нужно. Телефон целый, не целый. Целый, никто не приставал. Вернулись на кафану. Идем уже к отелю, буквально 100 метров. Тут подходят две трансвиститки и говорят, а, ребята, вы что, хотите ли развлечься сегодня? Я ему говорю, следи за... В принципе, я доброжелательно относилась, я говорю, следи за карманом. И вот она подходит, к нему так подходит, обнимает его. И тут быстро что-то берет и убегает в такси, садится, уезжает. Я говорю, а телефон-то с тобой? А он говорит, нет, нету телефона. Как быстро развели, да? Да, в две секунды. Не нашли 100 метров до дома. И такое бывает. Держать ухо вострою. Везде должны кафать, тем более, как кафать, кстати. Скажи, а по безопасности в городе. Мы уже рассказывали этот случай, да? А вот в целом, как ты вообще оцениваешь безопасность? Как бы, и я понимаю, что есть, как бы, в рога града, там много бороться. Как вот местные жители вообще с этим как-то борются? Я не знаю, как они к этому? Или привыкли жить с этим? Правило номер один, буду говорить громче, потому что знаю, что говорю тише, это просто не реагировать. Если вас грабят, отдавайте все, что у вас есть. Почему? Потому что люди вполне себе убивают ради 20 реалов, ради 100, ради мобильного телефона. В России полно видео, где всякие кассиры отбиваются от жуликов и грабителей. Здесь этого делать не нужно. Нужно спокойно отдавать. Что делают жители? Ничего, они не реагируют. Они живут с этим, привыкают к этому. И, конечно же, совершенно другая ситуация. Нужно всегда держать ухо бастром. Я заметил, что многие рюкзак носят спереди. Такого, как у России, вообще не встретишь. Нужно всегда понимать, что у тебя с собой есть. Внутренне попрощаться с тем, что у тебя с собой есть. Всегда думать, окей, я ищу телефон, но вечером может его не быть. Постоянно смотреть, кто вокруг нас. За спиной особенно. Тут люди за спиной, спереди. Сканировать. В принципе, это, наверное, главный совет. То есть, просто нужно держать ухо бастро. Но вполне себе можно прожить 8 лет и не быть ограбленным. Саш, где мы находимся? А сейчас мы пришли в Королевскую Португальскую Библиотеку. Эти книги привезли тогда, когда император Португалии приехал в Бразилию. И никогда уже не увезли обратно. Все они здесь. А сколько здесь книг вообще? Я думаю, что несколько тысяч. И все они датируются 200-300 летними датами. То есть, 18-19 века. Да, очень красивое место. Смотрите, какие здесь старые книги. Я таких старых книг, наверное, никогда не видел. Здесь все книги 200-300 летней давности. То есть, 18-19 века. Конечно же, все в масках обязательно. Здесь с этим строго. И правильно, я считаю. А мне кажется, это свободная страна. Здесь каждый живет как хочет, делает что хочет. Вот ты привел пример. Спать можно прямо здесь. Так оно есть? Да. Зараздо более лояльное законодательство. И более лояльное даже уголовное право. Да, есть. Даже преступников часто пускают домой. Там пять раз в год. На день рождения, на Новый год. Одна из таких особенностей, что сочувствуют всем. И в том числе разрешают все, что угодно. Можно протестовать, митинговать, гнать президента, наверное. Но я этого не делаю, потому что у меня еще нет граждан. Я не гражданин. Я еще нет прав на это. Да, у меня нет прав. Да, вы получите, когда сможете, президент. Да, я подробно. Так, расскажи, что это за здание? Что здесь происходит? Это мэрия города Рио-де-Жанейро. И буквально в прошлой неделе здесь открыли новый пункт вакцинации. Ну, не совсем понятно, зачем, учитывая, что в соседнем здании есть пункт вакцинации в театре. Там, в принципе, нет никакой недавки, толп народу там нет. Но, видимо, кому-то это не нужно. А вообще про вакцинацию расскажи, Бразилия, как она? Очень хорошо как относится. Здесь очень мало противников при Рио. Как все мои знакомые порезнились от 80 до 15. И здесь уже приближается к 80 или 90% от всего населения. В Рио. Да ладно. Не только в Рио, в Бразилии. В Бразилии, да? А здесь прям любой желающий, да, может прийти и мыть сделают? Ну, я думаю, что не любой, а кто проживает здесь. Поспоришь нам сейчас, женщина сказала, то ли по водоросу там вакцинации или что-то такое? В том, что, да, здесь на каждую дату назначают определенный водорос. То есть сначала более старшее поколение, но уже вакцинируют 20-летних. То есть теоретически, если вы пропустили ваш день, можно уже... Я видел сегодня, когда мы завтракали по телеку, я сказал, был репортаж, и там было написано как раз-таки, типа, были там три даты и были три цифры именно возраста. То есть это получается... Нет. 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 Окей, спасибо. 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 Обещал, что не будет воровать телефон. Спасибо. А пора, типа, жить на улице, да? Почему люди, они сами выбирают этот путь, что они живут на улице? Или у них нет другого варианта? Я считаю, что основываясь на каких-то исследованиях, что большинство людей, которые асоциализированы, которые живут на улице, они все-таки выбирают. То есть есть способы, есть специальные места, куда можно прийти, если у тебя нет работы и нет дома. Где есть специальные программы, находят работу, моют, кормят и так далее. Кто хочет, он все-таки выбирается за это. И те, кто находятся на улице, они просто социальные в любом обществе, они бы остались на улице. Они наслаждаются этой жизнью, что можно куда-нибудь идти работать, что можно употреблять напитки, не только, все что угодно. То есть да, это немножко сложнее. Саша привел нас к порно-кинотеатру. Саша, скажи, что это за порно-кинотеатр? Порно-кинотеатр – это кинотеатр, в котором показывают порно. И имел свою популярность в 70-80-е годы, когда не было ни интернета, ни других средств коммуникации. Люди приходили сюда, чтобы… Расслабляться, стресс-стресс снимать, стресс снимать. Знакомиться друг с другом ненадолго. Ну и вот люди-то эти еще живут, и куда-то нужно ходить, а новые методы коммуникации они не освоили. То есть там пенсионеры сидят, получается, да? Не заходят, сидят, да. Да, припечатал отзыв одного туриста, что там происходит, и это не для слабонервных. Но наверняка есть любители. Добро пожаловать. А скажи о поводу Favell. Ты вообще как им относишься? Как-то бываешь? Да, были, может, случаи какие-то были с Favell? Мы зашли в Favell, немножко пошлись, надулись на типах с автоматами. Как-то и принято решение свалить. Перезарядили автомат? Может быть, они не представляли никакой угрозы для нас, да? Но когда видишь человека с оружием, там, 6,5 сидела, 2 человека с автоматами. Я видел. И вот, и мы как бы ушли. А что скажешь? Представляет опасность это для туристов и для местных жителей? Да, опасность представляет. Но Favell, Favell рознь, есть Favell безопасность. Но мы были в России, считается, самое как бы безопасное. Ну да, в России тоже безопасно, но, видимо, смотря в каком месте быть. То есть в целом, конечно, рекомендовать нельзя. Но одновременно с этим нельзя делать знак равно между жителями Favell и преступницей. Все-таки большинство людей, где бы они ни жили, это нормальные работники. Ну да, да, да. Которые просто бедные. Нам Пронеслав про это рассказывал. Про вероятность встречи с криминалитетом. Ну вероятность, да. Это все зависит от конкретной Favell. Нужно знать. Нужно знать, где ты находишься. И желательно быть там с кем-то. То есть тот, кто там живет, он знает правила. У каждого Favell свои правила. Некоторые заставляют въезжающий транспорт открывать окна, включать аварийку и какие-то другие правила. И если ты эти правила нарушишь, не знаю, туда могут пристрелить, особо не разговаривая. И в некоторые Favell вообще лучше не заезжать. Ну, если нормально. У меня вот я жил когда в баре, там есть такие маленькие домашние, в принципе, нормальные Favell. У меня есть друзья, я ходил на гости на дне рождения. Все было нормально. Кто-то стал? Какая интересная мадам. Приехали на смотровую Дона Марта. Одна из самых известных смотровых площадок на Рио-де-Жанейро. Сейчас покажем вид. Мы были на двух смотровых. И, ну, на Сахарной горе. И вчера на Иисусе. И там и там высоко с точком, конечно, было. Ну, это, конечно, равно круто смотрится. Но здесь, говорят, мы видели по фотам, что здесь город ближе. Идем на обзорную точку над Доном Марта. Вот такой вот подъемчик здесь. Ну, оборудовано, в принципе, все для просмотра. Здесь есть небольшое количество туристов. Приезжают сюда на такси, на машинах. Ну, вон, сразу люди стоят. Рио-де-Жанейро. Красивейший город. А мы сегодня улетаем отсюда. В Колумбию. Город под моими ногами, смотрите. Идешь дальше, обрыв. И вот эта вот красота, переходящая в Атлантический океан. Что тоже, конечно, красиво. Вот как это происходит. Многие спрашивали, как же он сделает свои видосики фирменные. Город под подосвой. Город под подосвой. Здесь, в принципе, такой же вид, как и от Статуи Христа. Но только город находится близко, потому что Статуя Христа находится вот, видите, между пальмой и деревом. Вот сейчас мы смотрели оттуда город. Сегодня мы значительно ниже, поэтому, конечно, город прям как будто руками можно потрогать. Ну, конечно, нельзя потрогать руками, потому что только здесь большое расстояние, но близко. Он прям кажется как будто над горлом, как птица. Очень круто. Здесь совсем небольшое количество туристов. Опять же, в отличие от главы Христа. Поэтому здесь спокойно можно насладиться видом, закатом, как вот эта вот пара. Заметьте, даже здесь они находятся в масках. В моих очках можно увидеть отражение города. Как здесь все натыкано. Фавелы, высотки. Вот фавелы внизу. Потрясающие горы, холмы. Зря мне говорили сюда приехать. Все, что говорили о безопасности и о красоте, все правда. Все правда. Свидите, будьте бдительны и наслаждайтесь. Когда ехали сюда, мы переживали, как обратно доехать. Uber сюда можешь не приехать, потому что это находится в лесу, на горе. Но мы здесь не одни, поэтому, скорее всего, как-то эта проблема решится. Сейчас солнце зашло, и лучше видно Иисуса Христа, Искупителя. Смотрите, какие животные. На горе тут живут, в джунглях. Что-то едят, да? Нашли есть какую-то еду? Вот, вот, вот. В общем, ребят, такая история. Мы остались одни на Дону Марта. Внизу у нас фавелы. Реально очково. Мы ждем такси. У нас две такси сорвалось. И мы очень боимся, что с нами может что-то случиться. Потому что, ну, реально фавелы, и никого нет. Ни полиция, и мы просто в лесу. Никого нет, просто осветил. Никого. Пустота, темно. Машину за нами приехал такси, слава богу. Рядом проехала полиция. Они остановились, сказали, все ли у нас в порядке. К счастью, что все у нас в порядке, да. Но внизу фавелы, все, это была последняя полиция и последний шанс вот этого замечательного такси, которое нас заберет. И у нас внезапно пропала связь. В общем, ситуация стрёмная. Надеюсь, что мы такой никогда не попадем больше. Потому что остаться одним в лесу ночью, когда внизу фавелы, это, конечно, очень страшно. Что же, мы спошлись. Слава богу, все хорошо. Мы добрались в петро. Я предложил Антону не ехать в центр. Вот, радость, что я согласился. Потому что сейчас даже Саша, как я не говорил, что это действительно опасно. Гулять по рынкам уже не вариант. Мы слава богу добрались. Спасибо большое этому таксисту, который действительно приехал за нами. Хотя предыдущий отказался. И все, Кать, мы закрываем Рио. Едем на Капкабану, гуляем, расслабляемся, снимаем еще какой-то контент, который в ней по дороге. И в целом, готовы лететь уже в Колумбию. Класс. Люди носят рюкзаки спереди. Вот это то, о чем мы говорили. Рюкзаки спереди. И нам все советовали так и носить. Что, нормально все? Успокоился? Трустновато, да, было? Стремненько. Да. В лесу, в темноте, одни на горе. Вот на горой фавелы, конечно. Сейчас нашли вагон в тот. Садимся, такие уверенные. Все, Виталий говорит, смотрит, что это местальная женщина. А это казалось, что вагон для женщины, прикиньте. Все смотрят, показывают, что мы валили. Но мы свалили. Благо, можно из вагона в вагон переходить на перекричку в бассейн. Вот здесь вот через вот эти двери спокойно проходишь и... Смотрите, опять спереди портфель у женщин. Вот подъезд, смотрите. Начало фавел. Вот здесь вот начало фавел. Смотрите, мото-такси. Это явный признак того, что здесь начинается фавел. Такой вот рынок на пляже Кабакабана. Сувенирка. На самом деле полное барахло. Но вот здесь вот достаточно неплохие стильные такие досочки. Футболки, бижутерия. Вот эти картины прикольные. Вот такая вот штука, такое полотно. А не вот это вот, вот это поменьше размера. Вот по центру. Стоит, короче, 100 реалов. Мы стали сейчас свидетелями такой картины. Идем два полицейских. Два полицейских. Принимают молодого парня. Лет, наверное, 16, может быть, меньше. Он лежит на полу. Они достают у него из пакета связанные тапки. Ну, то есть он прям видно, что подукрал где-то эти тапочки. Стырил. Вот, они принимают его. Прям сажают машину по ногам. Бам ему, короче. Он залетает в машину. Они стоят рядом и уезжают. Ну, куда? Полицейский участок, куда? Ну, в общем, такое тоже может быть. Их, значит, тоже ловят. Но им ничего не будет, потому что здесь до 16 парням ничего абсолютно не грозит. Если они совершают преступление, абсолютно ничего нет. Их не сажают. Сегодня мы вылетаем в Боготу через Панаму. Вот, у нас должен был быть рейс через 2 часа. Но рейс отложили на 2 часа 33 минуты. Пересадка в Панаме. И теперь не факт, что мы успеваем на следующий рейс, который, собственно, должен доставить нас в Боготу. Там все вообще в тютелька в тютельку. Тык в притык. Вот, поэтому у нас снова судьба подвешена. Непонятно, когда и как мы доберемся до Боготы. Но, надеюсь, завтра мы это как-то реализуем. Вот. Спать хочется жутко. А в следующем выпуске мы отправимся в Колумбию. Известную нам не только за счет вкусного кофе, а точнее в ее столицу Боготу. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео наших путешествий.